В основе-то вообще экономические все-таки причины, вот эти ценности, религиозные противоречия, слушайте, это все идеология, это все надстройка. Российский режиссер Карен Шахназаров, который давно перестал снимать кино и теперь подрабатывает пропагандистом в ток-шоу у Соловьева, признал, что настоящая цель вторжения России в Украину вовсе не связана с деноцификацией и демилитаризацией, а дело банально в деньгах. Россия напала на Украину не для того, чтобы с фашизмом бороться или Донбасс защищать, а просто ради наживы, чтобы захватить удобные торговые пути. В основе-то вообще экономические все-таки причины, вот эти ценности, религиозные противоречия, слушайте, это все идеология, это все надстройка. Она всегда применяется для того, чтобы скрыть истинные причины. Неплохое начало. Смехнувшийся Путин в каждом своем выступлении рассказывает что-то про ценности, про духовность, про защиту русскоязычного населения, а тут его пропагандисты совершенно открытым текстом в прямом эфире говорят, что все это вообще ерунда, которая нужна только для прикрытия настоящих мотивов России. Причина, она же очевидна. Российская империя всегда на протяжении, что российская, что советская, что современная Россия, у нее только всегда была одна международная цель. Доступ к торговым путям, вот что, вот чего у России никогда не было. У нас ледовитый океан, у нас нету путей торговых, а без торговых путей, без торговли страна обречена, она, так сказать, на затуха, она не может развиваться. Мы там раньше вам плели что-то про биолаборатории, про защиту русскоязычных, так вот, все это было вранье. На самом деле нашим олигархам просто бабки очень нужны. Выходы на проклятый запад, чтобы повыгоднее с ним торговать. Когда пошли газопроводы, мы получили доступ в Европу. Европа богатая, в Европе продукции, в Европе всегда надо туда. Вот, строго говоря, что такое газопроводы, что они их взорвали-то? Потому что мы действительно посадили Европу на наши ресурсы. Наконец-то озвучили настоящую национальную идею России. И она, как видите, вовсе не в том, чтобы бороться с агрессивным блоком НАТО, как втюхивают недалеким российским патриотам, а совсем наоборот, она состоит в том, чтобы повыгоднее торговать со странами агрессивного НАТО. Ведь Европа-то, она хоть и бездуховная, но очень богатая. И дальше Шахназаров совершенно открыто говорит, для чего России нужна Украина. А Украина России нужна для того, чтобы просто повыгоднее торговать Западом через украинскую территорию. Поэтому Украина всегда слабое место у нас было. Потому что Украина на Западе, у нее выходы были всегда к Западу. У них всегда была иллюзия, что им имбирия не нужна. Они и так граничат с этим, с Европой, у них Черное море. И вот отсюда весь украинский сепаратизм и вся их самостоятельность, она опять идет от их внутреннего ощущения, что они могут остаться без России. А вы думали, дело там в каких-то скрепах и высоких материях? Да нет же, вот сами россияне совершенно открыто говорят, что все разговоры про фашизм, про биолабораторию США – это лишь предлог. А реальная причина нападения на Украину в том, что Украина посмела стать самостоятельным государством. Украина посмела стать самодостаточной, независимой, посмела иметь выход к морю и независеть от России, выстраивать свою самостоятельную экономическую политику. И российские шовинисты не смогли с этим смириться, потому что им мало денег, им недостаточно торговать так, как они торговали, им нужно еще больше, да, им нужна территория Украины, им нужно еще больше, там, берега Черного моря, чтобы вывозить побольше своего сырья на этот проклятый Запад. Они же сами, смотрите, все рассказывают, да? Им нужно еще больше наживы, поэтому они придумывают вот эту дичь, там, про деноцификацию, демилитаризацию, чтобы напасть на Украину, но в основе лежит именно жажда наживы. И смотрите, они же не скрывают это совершенно. И это именно то, ради чего погибли уже, там, десятки тысяч мирных граждан Украины. Ради вот этой наживы уже стерлися со земли несколько городов, просто в труху, да, вместе с жителями, вместе со всеми, кто там находился. Ради этого уже погибли и стали инвалидами сотни тысяч российских военных, ради бабла, ради наживы, потому что им не хватает денег. И смотрите, да, это же не украинская пропаганда, это не я выдумываю. Вот выходит в эфире государственного телеканала пропагандист, и все вот это совершенно открыто вещает, никого не стесняясь. Надо просто это уметь слушать, надо просто это показывать, чтобы реально люди смотрели и вникали в то, что они говорят. И вот они называют истинные причины своей войны, и они не имеют ничего общего с идеологией. Вот это важно распространить. Оставьте лайк или комментарий, чтобы видео получило больше охват.